За последние две недели тема отравлений домашних и бездомных животных в Новом Уренгое обнажилась во всей своей неприглядности. Напомню, самодеятельные борцы с четвероногими, именующие себя докхантерами, разбрасывают во дворах кусочки еды, щедро сдобренные из-за неазида. Этот противотуберкулезный препарат вызывает у животных сильнейшее отравление. Если псу не оказать помощь, он умрет в течение нескольких часов. Почему лекарство попадает к тем, кто использует его не по назначению, и как уберечь домашнего питомца – специальный репортаж Виктории Воронецкой. После тяжелейшего отравления, любимец Семи Коренюк, лабрадор по кличке Терри уже уверенно идет на поправку. Десять дней назад, во время уличной прогулки, собака полакомилась куском колбасы, начиненной докхантерами отравой. Впрочем, самое страшное уже позади. Мы трое суток, грубо говоря, боролись за ее жизнь. На второй день ее опять увозили мы в больницу вечером, капали, она лежала с пулилом больше четырех часов. Да, да, да. Вот, то есть, ну уже все, мы уже знали, что делать, были готовы морально. Вот, на третий день с утра мы ее опять возили в больницу. Кто там? Кто пришел? Поэтому радостно прыгающему псу и не скажешь, что когда-то его жизнь висела на волоске. Терри с большой охотой играет со своим хозяином, а напряжение не осталось и следам. Впрочем, пережить такое владелец собаки не пожелал бы никому. Страшновато. Ты смотришь на собаку, она на тебя смотрит. И была апатия у нее. Лежала там в обед, не встречала. Так все, в общем-то, нормализовалось. Жизнь этой бездомной дворняги спасти не удалось. Ее, бьющаяся в судорожных припадках в подъезде одного из домов на Интернациональной улице, нашла в волонтер приюта «Под риме жизнь» Екатерина Чернолихова. Погрузить собаку в багажник автомобиля помог неравнодушный прохожий. Дорога до ветеринарной клиники показалась Екатерине сущим адом. Она металась в судорогах по всему багажнику. То есть, абсолютно, когда уже мы ее вытаскивали, как раз я и сделала в клинике фотографию, автогамак, в котором я вожу своих животных, мне, естественно, пришлось загрузить ее туда. Он был весь в пене, в перемешку с кровью. То есть, все было измазано, и багажник был измазан. По словам ветеринаров, собак травят изоонизидом. Этот препарат предназначен для лечения туберкулеза. То, что лечит человека для четвероногих – смертельная отрава. Впрочем, если хозяин увидел, что собака что-то съела на улице, можно предпринять меры до поездки в ветеринарную клинику. Незамедлительно нужно развести 3-процентную перекись, один к одному с водой, и выпаять в максимальном, скажем, объеме этой жидкости собачки. Тем самым вызвать у него рвоту. И для подстраховки можно еще ввести внутримышечно витамин В6, то есть передоксин. Если же уже случились судороги, то лучше не стоит тратить время на самолечение и незамедлительным образом обратиться к ветеринару. Бородячие собаки – источник потенциальной угрозы. Материнская любовь не чужда этой дворняге. Она яростно защищает своих детей при приближении чужаков. Что придет ей на ум, неизвестно. Оберегая мохнатую стаю, она может проучить человека, зашедшего на ее территорию без приглашения, и попробовать его на зуб. Впрочем, силы города направлены на решение этой проблемы. Отловом бездомных животных занимается предприятие Урингойское городское хозяйство. За последние три года их стараниями с городских улиц исчезло 3362 животных. По годам количество выловленных бродяжек распределяется так – 1951, 644 и 1037. Если в вашем дворе появилась стая псов, нужно оставить заявку на отлов по номеру 99-63-89. Если же вы считаете, что служба не отработала вызов должным образом, можно сообщить об этом по номеру 22-18-61. Хоть бездомных собак и отлавливают, но оставшиеся вносят свою лепту в городской пейзаж. Одна из причин, почему докхантеры объявили тихую войну собакам – обилие экскрементов на городских улицах. Увидеть их можно едва ли не на каждом углу. Многие недовольны тем, что год за годом улица превращается в общественный туалет для животных. Ребятишки бегают, собаки бегают за ним, но уже встать некуда. Одни испражнения собак. Конечно, желательно, чтобы хозяева убирали за своими собаками. Хотя бы так. Ну, конечно, нужно на детских площадках-то гулять, выводить своих питомцев никак. Практически всех собак, когда люди выгуливают, выгуливают вблизи домов и даже заходят на детские вот эти площадки. То есть, летом, когда снег начинает таять, то и видишь, что, естественно, и по ним ходить приходится. Изонизит – строго рецептурный препарат. Отпустить его здоровому человеку фармацевт не имеет права. Наша съемочная группа решила проверить, можно ли купить это лекарство на верденгольских аптеках без рецепта. Скажите, пожалуйста, изонизит у вас есть? Как? Изонизит есть. У нас не бывает таких препаратов. Это только под заказ? Скорее всего, у нас по строчкам даже их не будет. Купить изонизит нам не удалось. Между тем, возникает вопрос. Они же дохандры приобретают препарат, который можно купить только по рецепту врача. На это, а также на факты жестокого обращения с животными следует обратить внимание сотрудникам полиции. Виктория Воронецкая, Артур Цивилюк, Служба новостей, «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова